всем привет дорогие друзья из солнечной лани сегодня стоит просто потрясающая погода и у меня для вас хорошая новость мы переехали в центр алании нашего фас приехал поэтому теперь каждый день я буду радовать вас своими видео и снимать больше о повседневной жизни в олане о покупках в общем о всем том самом интересном что происходит городе сегодня мы пришли в традиционный турецкий ресторан который называется лаканта ну грубо говоря столовая поэтому сегодня покажу вам как выглядит столовая что там подают какие там цены кстати в олане очень много таких мест поэтому когда вы приезжаете обязательно кушайте в столовку ресторанов которые мы пришли находится на пятничном рынке вот на такой вот улочки среди других магазинов называется ресторан memet usta ну обычный традиционный турецкий даже не ресторан а столовая посмотрите сколько в ресторане народу мы пришли нам даже не было ни одного свободного места сейчас время обеда пришли школьники различные работники пришли обедать в этот ресторан вот таким вот образом подают турецкий чай здесь можно купить традиционные турецкие блюда нам уже принесли наш сушь агамбу на черво дай вальчи черба да этот суп называется глюклу это традиционный аланийский суп традиционный суп для алании называется глюклу черба сейчас вам покажу что происходит внутри посмотрите полный аншлаг таким вот образом подают турецкий чай и вот так вот выглядит сама кухня очень-очень много разных блюд эти блюда всегда свежие готовят каждый день фрукты овощи и кухне выглядит вот таким вот образом здесь все это дело готовят а вот и хозяин ресторана он приглашает сюда и он сказал что есть различные блюда как вы видите вот такие вот традиционные которые можно кушать каждый день но также есть конечно же мясные блюда кефты донер и так далее вот так вот друзья были ресторан обеденное время куча народу ну и сейчас мы тоже очень проголодались сейчас идем кушать попробую вкусно еще расскажу вам немного о ценах вот эти вот мясные блюда например вот это вот вот это вот и вот это вот стоит 9 лет вегетарианские блюда вот эти вот три блюда стоят 7 лет и рис по моему рис макароны и булгур стоят пять лет еще здесь есть супы и наверное где супы супы я не вижу но в общем супы начинается от 7 лир суп который мы взяли глюху черба стоит 8 лет сегодня мы кушаем традиционный анонийский суп который называется бельюк лучер байкан уже говорит про него каким образом едят супы в турции все супы подаются вот таких вот интересных тарелочка сначала мы выдавливаем для тех кто любит поострее еще подают еще подают вот такой вот красный перец его можно также добавить я его чуть-чуть добавлю но я не очень люблю но если вы любите остренькая еще подают вот такой вот перчик очень острый перчик супом также вам подадут вот такой вот салат и этот суп не мой самый любимый я больше всего люблю из чечевицы но сегодня мы проголодались и решили попробовать взять этот суп сейчас попробую с лимонным соком просто просто невероятно вкусно всем кто кушает друзья приятного аппетита покажу вам еще цены в меню здесь есть турецкий завтрак который стоит 12 лир супы от 7 лир салаты 7 8 12 лир 1 лира 15 рублей умножайте на 15 донеры 12 лир 17 лир 20 лир кефты от 17 лир чай кофе напитки свежий сок стейки нет цен на стейки в общем друзья цены довольно достаточно демократичны здесь всегда вкусно и всегда свежая свежая еда готовится каждый день поэтому когда бываете в олане обязательно приходите именно в такие рестораны еще после обеда можно взять гвоздику от запаха изо рта и пожевать в общем тоже попробую на одну штучку да это будет просто остая гвоздика в общем чтобы не было запаха изо рта жуйте гвоздику а еще да конечно ее можно в чай использовать вот так вот друзья выглядит традиционные рестораны или столовая мы уже покушали довольны и сейчас идем в офис как я вам уже говорила мы переехали в этом и прелесть быть в центре кстати сегодня я еще знаете что обнаружила мастерскую где портной шьет кожаные вещи из кожи которые вы можете сами выбрать и счет их всего за 100 долларов представить вы можете прийти сшить куртку по собственной фигуре из цвета кожи которая вам нравится всего за 100 долларов об этом я вам расскажу следующем или через несколько видео ну а сейчас давайте посмотрим что же происходит на улице ну и если говорить подводить итог по ресторану то обед нам вышел 18 лир на двоих в пределах 20 лир в общем очень плотно можно и вкусно покушать но сейчас переворачиваю камеру и смотрим что происходит в центре в центре у нас спокойно мы находимся около пятничного рынка в центре в центре в центре это происходит на пятничном рынке когда нет пятничного рынка здесь парковка в центре в центре в центре города в центре города а мы с нетерпением ждем 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 когда же это случится ой испугалась я вот этого дядюшку посмотри мне показал что он настоящий ну а здесь продают различную одежду носки куртки кстати в этих магазинчиках тоже недешево в них покупают турецкие модницы вещи здесь видите портной к портному нам тоже нужно будет сходить обязательно мужской и женский портной узнать как они работают также здесь есть небольшой маркет в общем в Алане у нас тепло красиво вкусно и и очень очень хорошо очень много здесь конечно в центре всего интересного чего я и сама не видела здесь продают нижнее белье ну в общем кто был на пятничном рынке тот знает в этом же здании находится у нас офис здесь ну и конечно же рядом знаменитый магазин green body где продаются натуральные масла мыло и что еще массажные масла в общем магазин с натуральными с натуральными товарами по нему мы сделаем обзор тоже чуть позже здесь у нас уже начинается вещевой рынок где продаются сумки футболки кожа в общем много вещей продается золото серебро ювелирка вот так вот каждый день от пыли очищают все товары полотенце 4 евро обзор по этому рынку я сделаю тоже в одном из видео ну а сегодня у нас был обзор про ресторан я думаю что по ценам в ресторане и где находятся эти рестораны вы более или менее поняли мы всегда ходим в такие рестораны поэтому вы тоже приходите ну а сегодня я с вами прощаюсь желаю вам всего хорошего конечно же пишите комментарии как я уже сказала каждый день теперь я буду выкладывать много разных и интересных видео всем всего хорошего и пока пока